Издательство Эксмо. Алекс Гитт. Крипер у порога. Глава первая. Загадочное видео. Солнце встало из-за горизонта, освещая город Майнинск и обещая теплый весенний день. Лучи света согревали прохожих и заставляли их жмуриться, отражались в витринах и окнах домов. Они словно шептали, что пятница будет спокойной и незаметно перетечет в выходные. Для группы школьников, шедших на экскурсию, за выходными следовали каникулы, и дети еще больше радовались яркому солнцу и безоблачному небу. Даже если лучи знали, что некоторым из этих школьников меньше, чем через сутки предстоит столкнуться со смертельной опасностью, они ничего не сделали, чтобы предупредить ребят. Четвероклашки шли на экскурсию в диспетчерское управление Майнинска, где работал папа одного из них, Рудика. Мальчик с первого класса объяснял ребятам, что его папа не тот диспетчер, которого вызывают, застряв в лифте. И теперь у него появился шанс показать всем папину работу, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Рядом с Рудиком шли его лучшие друзья — Ира и Петя. Улыбаясь солнечному дню, Ира откинула с лица прядь светлых волос, сняла розовый рюкзак и достала из него яблоко. — Алло! — она слегка стукнула яблоком по бейсболке Рудика, отчего его черные кудри встрепенулись, и сам он вздрогнул, оторвал глаза от телефона и оглянулся, словно не понимая, где он находится. Взяв яблоко и благодарно кивнув подруге, Рудик вернулся к игре на телефоне. Второе яблоко Ира дала Пете и, достав третье для себя, вернула рюкзак на его привычное место.